Архангел Рафаил, согласно апокрифам, один из архангелов по апокрифической книге Еноха Рафаил считается вторым по счету в ряду архангелов. Согласно еврейскому Медрашу, Рафаил снял боль, которую испытывал Авраам после того, как сделал себе обрезание. Из всех семи ангелов, встречающихся в ангелологии пост-изгнаннического иудаизма, только Михаил и Гавриил записаны в писаниях, считающихся каноническими для всех христиан под своими именами. Рафаил упоминается по имени в книге Тавита, которая считается каноном у католиков, англиканцев и православных. Остальные четверо названы в книге Еноха, написанной во II веке до н.э. Уриил, Рагуил, Сирил и Ерахмеил. Корень имени Рафаил также присутствует в современном еврейском слове Рафи, которое переводится как «врач», тем самым напоминая о традиционно приписываемых этому ангелу способностях целителя. В книге Еноха, Рафаил погребает связанного зазелья под пустыней за то, что он обучил людей различным ремеслам и тем самым развратил их. Рафаил и другие ангелы стерегут падших ангелов и их смертных жен до скончания времен. В книге он описан как один из святых ангелов, ангел духов людей. Рафаил рассказал Еноху об устройстве четырех мест упокоения человеческих душ, где они обитают в ожидании последнего суда. Когда человек пришел в сад правды, увиденное им древо Рафаил обозначил как то самое дерево мудрости, от которого твои предки, твой старый отец и старая мать вкусили и обрели познание мудрости. И у них открылись очи и они узнали, что были наги и были изгнаны из сада, стоя у престола Господня. Рафаил прославляет избранного и избранных, которые взвешены Господом Духов. Он и еще три ангела пойдут в битву против Азазели и его войск и бросят их в адское пламя. В католицизме, ангел Рафаил появляется во второканонической книге Тавита, где предстоит в человеческой форме и становится компаньоном сыну Тавита Товию, называя себя Азария из рода Анания Великого. В ходе путешествия обозначаются охранительные силы Архангела, например изгнание и связывание в Верхнем Египте демона, убившего семерых мужей Сары, дочери Рагуила, впоследствии ставшей женой Товия. После возвращения домой и исцеления слепоты Тавита Рафаил раскрывает себя. Возможно здесь существует связь с безымянными ангелами из Откровения Леона Богослова. Что касается целительных способностей, приписываемых Рафаилу, о них известно немногим больше, чем из его заявления Тавиту о том, что он был призван Богом, чтобы излечить мужчину слепоты и освободить Сару, будущую жену Товию от злого духа Асмодея. Среди католиков Рафаил считается святым покровителем врачей и путешественников, а также помогает людям, нуждающимся в их услугах. День, посвященный Рафаилу, впервые был включен в Римский литургический год в 1921 году и праздновался 24 октября. С реформы календаря 1969 года праздник был перенесен на 29 сентября и объединился с Днем Архангела Михаила и Архангела Гавриила. Однако католическая церковь сейчас допускает возможность празднования по старому календарю. Рафаил часто изображается с крупной рыбой в руке. Это отсылка на книгу Тавита. Архангел приказал Товию поймать рыбу, а затем научил юношу, как при помощи рыбьего желчного пузыря излечить слепоту отца, а также прогнать демона, воскурея сердце и печень животного. В исламе Рафаил почитается в исламе как один из великих архангелов. Согласно хадису, именно Рафаил вострубит в знак прихода судного дня. Считается, что труба прозвучит два раза. Первый раз в знак наступления судного дня. Второй – когда все души соберутся на страшном суде. В исламской традиции Рафаил известен под именем Мисрафил. Согласно Корану, он задерживает дыхание в ожидании приказа Аллаха начать судный день. А архангел Рафаил в иудаизме и христианстве считается, что Рафаил можно призвать и от чьего-то еще имени. Рафаил придет туда, куда его приглашают, но он не может вмешаться, если на то не будет доброй воли того человека. Если страдающий человек отказывается от духовного исцеления, его нельзя заставить. И все же, по мнению верующих, присутствие Рафаила само по себе дает успокоительный эффект. И это помогает естественным путем уменьшить стресс и тревогу. Архангел Рафаил и Михаил часто действуют вместе. По преданию, именно Рафаил принес царю Соломону волшебное кольцо с вырезанной на нем могущественной шестиконечной звездой. А Соломон пользовался этим кольцом и символом, чтобы подчинять демонов. В литературе, Рафаил посещает Адама и Еву в Эдеме в поэме Джона Мильтона. Потерянный рай, галерея.